11 декабря в Новый Уренгой пришел настоящий праздник волейбола. Факел встречался с чемпионом Германии, клубом Berlin Recycling Volley. И во многом эта игра стала первой в истории. Для Факела это был первый домашний матч в Лиге Чемпионов, а Лига Чемпионов впервые забралась так далеко на север. Обе команды подошли к игре не в оптимальных составах. Так в Новый Уренгой не приехал лучший бомбардир Берлина Бенджамин Патч. Также не смог выйти на площадку центральный блокирующий Николя Лигов. У Факела повреждения получил Александр Кимеров, зато в заявку впервые за долгое время попал капитан Игорь Колодинский. Первый сет протекал с переменным успехом для обеих команд. Сначала за счет отличной игры на блоке Факел вырвался вперек. А затем уже Берлинсен и в подаче Гранкина выдали 4 брейка подряд. После этого эпизода игра стабилизировалась, и в концовке Волков и Клюка сумели своими атаками сравнять счет. Судьбу сета решил сумасшедший розыгрыш, в котором прекрасно отработала вся команда. Получив два сетбола, ямальцы реализовали его с первой же попытки. В дебюте второй партии Джеффри Джендрик исполнил эйс. Антипки нашився на передаче, и немцы повели 0-3. Но дальше для Берлина начался настоящий ад. На подаче Каленковского и Падера новоуренгойцы сумели наколотить 9 брейковых очков, 3 из которых это эйсы нашего венгерского легионера. Получив такой ощутимый удар, берлинцы уже не смогли оправиться, и Факел спокойно довел сет до победы. Третья партия прошла тоже под полным контролем хозяев площадки. Каленковский и Ананьев подают на вылет. А Волков и Клюка продолжают терзать оборону Берлина разящими атаками и эффектными блоками. После этого у Факела появилась проблема с подачей. Было допущено аж 8 ошибок. Но даже это не помогло чемпиону Германии. И матч завершился первый в истории победы ямальской дружины в Лиге чемпионов. Самым ценным игроком матча был признан Егор Клюк. В параллельном матче в столице Словении АСХ Волли принимал Кузбасс и одержал сенсационную победу со счетом 3-2. Таким образом, все команды в нашей группе теперь имеют по одной победе. Мы играли очень хорошо против Берлина с одной командой, которая еще не проиграла. Мы очень хорошо сыграли сегодня. Радует это. Естественный результат. Сегодня обыграли довольно уверенно хорошую команду, которая, если не ошибаюсь, в этом году еще не проигрывала. Мы играли очень хорошо в атаке и очень хорошо в муру. Удалась сегодня очень хорошая игра в атаке, игра на блоке. И эти два компонента стали составляющими в этой победе. Не очень легко играть против Гранкина, потому что он очень хорошо играл. Мы рады, что хорошо сыграли на блоке против Гранкина, именно потому что очень хороший пасущий. У него был сегодня прием неплохой. И с ним всегда очень сложно, потому что очень быстро пасует и тяжело играть на блоке. У нас сегодня удалось. Мы хорошо очень отыграли. Насколько было сложно, насколько было, скажем так, тяжело играть с немцами? Что это за команда для вас? Больше после первой игры надо было сыграть с самим собой, каждый по отдельности, потом все вместе выйти на площадку и показать свою игру. Не до конца получилось, но радует, что мы закончили 3-0, довольно уверенно, понятно, что большое количество брака, но радует, что внутри коллектива никто не опускал головы, как это было в Кемерово, моментами, что как-то все старались расходиться и не разговаривать. Редактор субтитров А.М.